Всем доброго времени суток, как я обещал, сделаю небольшой обзор смартфона Teki 1 Два дня пользования, в принципе, так немножко я разобрался в нем По техническим характеристикам, что у нас тут? Материал везде, пластик Экран, как по заявлению, если не ошибаюсь, там писали Gorilla Glass Не проверял, не знаю Все может быть, так по стуку, то не определишь Операционная система здесь стоит Android 4.2 Встроенный 3G есть Также не проверял, как будет работать Wi-Fi ловит отлично Процессор здесь стоит восьмиядерный MTK6592 Графическая подсистема здесь Mali-450 Оперативная память 2 ГБ Встроенная память 32 ГБ Очень, очень хорошо Также есть слот для расширения Слот расширения для карты miniSD Интерфейсы тут Wi-Fi, Bluetooth И USB И для подключения гарнитуры 3.5 мм Экран разрешением 1920 на 1080 Full HD В принципе, экран очень хороший Основная камера 13 Мп Задняя камера 5 Мп Фронтальная камера 5 Мп Размеры 155 мм 79 мм И 9 мм По визуальным ощущениям В сравнении с Meizu M1 Note Телефон грубее Конечно Значит, что у нас идет в комплекте поставки В комплекте поставки у нас идет сам телефон Коробка Запасная задняя панель Что очень радует USB шнур И зарядная на 1.5 Ампера Кстати, сразу хочу обратить внимание И вот это вот еще скрепка Для Обычно эта скрепка идет для изъятия сим-карт У нас идет для снятия сзади крышки Получается, без этой скрепки Крышку не снимем Вот такой вот Типа брендированный Шнур Зарядка На что хочу обратить внимание Проходила в течение двух часов Быстро зарядился Меня порадовало Тут, если не ошибаюсь Две с половиной тысячи мА По заявлениям Так я еще его, в принципе, не разогнал Сколько он работать будет, я не знаю Ну, что по качеству сборки Сборка хорошая Дизайн, как вы видите, тоже неплохой Ну, конечно, уже бы зазоры можно было Уменьшить Ну, так как смартфон Расфуфыривался еще в 2013 Если не ошибаюсь, году То В принципе Так, задняя крышка Как видите, заднюю крышку я снял Снимается она при помощи Напоминаю, вот этой вот скрепки Без нее крышку не снимем Ну, или булавку надо Скрепку вставляем вот сюда И зажимаем Здесь вот видите Какая-то защелочка При нажатии Крышечка немножко отстает И тогда мы свободно снимаем ее Одна обычная сим-карта Одна микросим-карта Мини-сим-карта Или как она там правильно И SD, мини-SD Карта Карты я не вставлял У меня просто ее нет Она мне не нужна В принципе 32 гигабайт Достаточно Три кнопки Как видим, имеем Здесь идет Камера Здесь идет кнопка Выключения Включения Что очень удобно Как в правой руке Если держать Удобно Включить Выключить Так и в левой руке Указательным пальцем Включили Выключили Три кнопки без подсветки И здесь Индикатор IR И на левой стороне Качельки громкости Здесь Под Наушники Это снятие Это я так понимаю Reset Или здесь Reset Сброс Так Что по телефону Работает Телефон В принципе Хорошо Работает Телефон В принципе Шустрым Нареканий На работу Нет Тут я Понаставлял Уже Каких-то игр Давайте Посмотрим Что В антуту В антуту Я не знаю Как там Но по-моему Результат Замечательный 33132 И вот В рейтинге Как выглядит И подробная Информация 422 MTK67T6592 450 Графический процессор Разрешение 1080 на 1920 Камера 13 Мегапикселей Оперативная Память Системная Память Внутренняя Память Уже Замусоренная 8 ядер 32-бит Процессор Тактовая Частота 728-2002 Дисплей Малень 450 Поставщик ARM OpenGL 2.0 Батаре 95% Температура 32 градуса Android 422 Вот такие характеристики Вот такие вот показатели Я в принципе Не поклонник Не верю этим Но как вижу Все делают И решил я сделать После перезагрузки Телефон показал Именно такой результат 33132 Видите Работает В принципе Нормально Здесь Что мы имеем В настройках Это Wi-Fi Ну стандартное Все И вот Добавилось IR-Touch Еще вот здесь В профиле звука Есть вот такие вот Какие-то профили Дополнительные Как видим Система улучшения Звука Для научников Усилитель Громкости Динамика Динамика Стоит Звук Клавиш Виброотлик Виброотлик Кстати Виброотлик Очень Такой Замечательный Вот сейчас Работаю Прямо Приможать И очень хорошо Чувствуется Экран Здесь У нас Усилитель Плавности Изображения Выдавление Сцены Какие-то Непонятные Вот еще Вот такая Вот сцена Установить Схему Сцену И вот Видимо Так выглядит Телефончик Наверное Менее Нагруженное Темы Обои Вот так Выглядят Обои Живые Ну В принципе В принципе Я еще раз Скажу Что К экрану Нареканий Никаких Нет Экран Хороший Вот Как у нас Яркость Заставка Часы Размер Шрифта В принципе Меню Стандартное О телефоне Кстати После получения Я его сразу Обновил До последней Версии У нас Теперь Сборки От 10 В 0.9 2015 Видел Пишут Что Обещают Обновить До До Лолипоп Будем Будем На это Очень Надеяться Так Как Здесь Именно Его И не Хватает Хотелось Бы Иметь Последнюю Версию По умолчанию По умолчанию Вот еще Какой-то Мобл Маркет Есть Теперь Давайте Посмотрим Немного На эти 3D Приблуды Какие Версии Какие Версии Какие Какие Версии Какие Версии По умолчанию Картинка, конечно, картинка супер. Так, это я ее включал уже. Вот тут по умолчанию аватар. И еще какие-то... Картинка просто замечательная. Холло-шоу. 3D-видео. Так, ну здесь предлагает скачать. Тут требует регистрацию на этом сайте для скачивания 3D-видео. Я не регистрировался. Холло Гэйн здесь также заходим в какой-то маркет китайский. Здесь также скачиваем игры. Ну здесь без регистрации, но очень долго. Долго качает сайт, видимо, долго отдает загрузки. Ну и 3D-галлери. Вот такие вот 3D-картинки. Очень прикольные такие они. Не знаю, передаст ли... ...всю эту красоту, как оно отображается на самом деле. Ну и еще хотел бы обратить внимание на... ...игры, которые управляются при помощи AirTouch. Вот AirTouch у нас включается. Вот шторку отодвигаем. И вот здесь вот нажимаем AirTouch. Видим, вверху появилась рука. AirTouch включен. Вот единственная игра, которую я запустил, в которой работает эта фиговина. Видите, вот появилась точечка. В общем, вот так вот это все работает. Я еще не тренировался, как им тут управлять. Но факт в том, что оно работает. Так, еще хотел показать. 3D-видео. Аватар. Рукой проводишь. Отметка назад. Звук уменьшаем. Увеличение. Перемотка. И остановка. Вот так оно работает. Не знаю, кому-то пригодится такая. Такая приблудая или нет, но... По умолчанию здесь еще установлен вот такой вот... Battery Cyber. Очищает там какую-то оперативную память. Ну, в принципе... Телефон хороший, своих денег стоит. Даже, я думаю, дороже. Единственное, чего еще хотелось бы попробовать. Это как в описании на официальном сайте. Это вот эти вот... Камеры, которые сзади крепятся. Четыре камеры. Это, я так понимаю, для... Того, чтобы когда смотришь перед лицом, он... Если немножко повернул, изображение будет поворачиваться в твою сторону. Получается. Типа такого. Ну, вот такой вот телефон. Покупал я на Алиэкспресс. Кому надо, ссылку скину. Заказывайте. В принципе, всем доволен. Телефон... Для своих денег просто отлично. На этом все. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok